Тысяча лайков вам в ленту! Самое интересное и обсуждаемое из жизни ярославской благосферы и социальных сетей. Все, что обсуждали ярославские блогеры. Сидите в ярославских пабликах, жить не можете без Инстаграма, ВКонтакте и Фейсбука. Тогда эта программа точно для вас. Прямо сейчас. Я Вячеслав Марков. Это программа сети Добрый день. Где, как ни в социальных сетях, можно обсудить громкое событие и выразить свое мнение. Именно поэтому они пользуются такой популярностью. Ярославские пользователи социальных сетей всегда бурно обсуждают и комментируют события нашей жизни. Так что же писали и обсуждали ярославцы в своих социальных сетях? Одна из самых обсуждаемых тем недели в преддверии 1 сентября – качество советского и современного образования. Попытка ограбления московского банка так же не могла пройти мимо наших блогеров. Это и многое другое еще. Пока же мы расскажем, что интересно обсуждали ярославцы в своих социальных сетях и благосфере. Ну и, конечно, популярное видео из паутины на этой неделе. Уникальные кадры, которые снимали и смотрели ярославцы. И они буквально захватили социальные сети. Обо всем через мгновение. Главная тема, которую ярославцы обсуждали на этой неделе близка каждому, у кого есть дети. Сегодня, 1 сентября, качество советского и современного образования мы и обсуждали. Пост собрал десятки лайков, комментариев и перепостов. И еще пару слов про российское и советское образование. Вот вы пишете, что в Союзе было такое образование, что прям сил нет какой отличное. Чернышевский, Белинский и Макаренко буквально рыдали отчасти, глядя на советских школьников. Лев Толстой утирал бородой слезы умиления от их сочинений. А Эйнштейн скромно стоял в сторонке, пока курский семиклассник Ваня Федосеев рассказывал о своем взгляде на гипотезу Риммана. Но скажите мне, что случилось с этими советскими школьниками сейчас? Я за время общения с ними узнал 7 вариантов слова «пожалуйста». А вот сегодня одна мама 1979 года рождения открыла мне новый вариант написания слова «женщина». Барабанная дробь «женщина». А теперь можете продолжать ругать тупое поколение ЕГЭ. После такого заявления спор разгорелся, что называется не на шутку. Кто-то написал, что действительно советское образование – это всего лишь миф. А кто-то наоборот подчеркнул, что советское образование было не самым плохим, а сейчас гораздо хуже. Андрей, я думаю, что ты слегка передергиваешь. Есть у меня племянник, 14 лет, учится вроде неплохо, но совсем простые вопросы ставят его в тупик. Разговариваем с ним о школьных предметах, что нравится, что не нравится. Химия говорит мне нравится, отлично. А назови-ка мне формулу воды. Что такое озон и его формула? Формула серной кислоты. Что такое реакция замещения? Кислород, как обозначается? Ну и еще ряд самых простых вопросов. А ответ нулевой. С подсказками с трудом ответил. И это проблема образования, обучения. После этого поговорил с дочерью, ничего утешительного от нее не услышал. Дочь в школе как раз работает с восьмыми-одиннадцатыми классами. Ну и подвела итог дискуссии, я считаю, верным комментарием актриса Волковского театра. Еще одна тема, зацепившая горожан. Громкое московское преступление, захват банка. Оказалось, что это вовсе не ограбление, а попытка привлечь внимание к проблемам должников. Десятки перепостов и комментариев. Ну и, конечно, лайки. Вот что написал ярославский блогер Евгений Барышников по этому поводу. Вчера был в Москве, пока ехал по пробкам, в нужную сторону слушал радио, думал всякое. Очень по радио хвалили террориста банкрота, дескать, привлекал внимание к проблемам малого бизнеса. Хорошее дело делал, хоть и коряво. А то, что этот товарищ в банк со взрывным устройством ввалился, уже дело второе. Он же добра хотел. Всем, в том числе и заложникам. Набрал кредитов, деньги профукал от коллекторов, бегал. Хороший же человек, нашинский. А я вот что думаю, человек этот очень плохой. Если бы у него было взрывное устройство, думаю, он с ним пришел бы. И у меня нет сомнений, стрелять ему в затылок или нет, когда он отвернется. Потому что бог его знает, что у него там в коробочке. А в банке люди живые, чьи-то отцы и матери. Вот как-то так. Но, кстати, не все согласились с Евгением и сразу посыпались гневные комментарии. Именно за это я люблю такие темы. У каждого своя правда, и люди ее отстаивают. У людей совсем разные ситуации в жизни бывают. А в отчаянии человек способен на самые крайности. Поэтому рассуждения совершенно однобокие. И отстаивают достаточно жестко. Я считаю это верно. Каждый должен отвечать за свои поступки, а не ходить по банкам с гранатами. Кстати, уголовное дело по этому должнику завели. И насколько я понимаю, он ждет суда в СИЗО. Ну и заодно думает над своим поведением. Ну и в конце наша постоянная рубрика «Плюшки». Самые интересные и забавные видео недели, которые ярославцы смотрели в социальных сетях. На этот раз два видео, которые буквально взорвали соцсети. Посмотрите и вы, поймете, почему они так популярны. Второе видео мы покажем несколько раз. Оно пронзает сердце и душу. Оно пронзает сердце и душу. А что интересного писали и смотрели вы? И расскажите об этом нам с хэштегом «Марка в сети» или пишите лично мне во всех социальных сетях. А мы сделаем репост прямо в телевизор. Давайте делать интересные новости и обсуждать их вместе. На этом у меня все. С вами был Вячеслав Марков, редактор интернет-портала «Ярославский блогер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова